Добрый день! Сегодня мы приехали и вы можете наблюдать за моей спиной как раз на Воспаске Ставропегиальный мужской монастырь. Эта обитель была перенесена сюда, на это место, из Кремля в конце 15 века. Сделал это великий князь московский Иоанн III. Именно с него, можно сказать, началась европизация нашей страны. И, в принципе, именно он приемлил вот ту симфонию властей из Византии, женившись на племяннице византийских императоров Софьи Палеолог. Но знакомиться мы сегодня будем не с Новоспасским монастырем, хотя его обязательно надо посетить, а с ближайшим храмом. Это как бы вечный спутник таких больших событий, которые происходили здесь в большой обители. И этот храм называется «Сорока севастийских мучеников». Храм «Сорока севастийских мучеников» – многовековой спутник Новоспасского монастыря. Храм и обитель связаны не только территориально. Церковь возвели для совершения обыденного богомолия всех тех мастеровых, кто трудился в величественной обители, кто ее создавал в камне. А ранее была традиция богомолья в монастырях только в дни престольных праздников до Великим Постом. Поэтому все ходили молиться в свой храм, где и хранились метрические книги. Нынешний приход Сорокосвятского храма значительный. В день престольного праздника, как говорится, яблоку негде упасть. Отец Илья, мы очень рады, что вы нас здесь встречаете в таком храме, который, наверное, вам очень дорог. Потому что сколько вы лет здесь уже служите? Я пришел на эту площадь Новоспасского монастыря в 1991 году. Мне тогда было всего лишь 23 года. Я был тогда еще молодой иеромонах. Вот отдали Новоспасский монастырь. И покойный владыка архиепископ Алексей, тогда еще архимандрит Алексей. Я и еще один батюшка, мы трое, пришли сюда. Владыка Алексей преподавал у нас еще, когда был иеродиаконом. Я тогда учился в московских духовных школах в Загорске. Как я люблю говорить, не Сергий в Посад, а Загорск. Потому что тогда был Загорск, поэтому мы учились в Загорске, а не в Сергиевом Посаде. Я учился тогда на втором курсе. И вот отдали Новоспасский монастырь. И мы весной пришли сюда в 1991 году. Я приступлю к блюду? Так. Вы расскажу нашим телезрителям, да? А вы продолжите свой рассказ, который очень интересен. И я думаю, что и в стенах московских духовных школ, и когда вы пришли в Новоспасский монастырь, и не было ничего. Ничего. И Преображенский собор еще был, как бы, где было холодно, и это была зима, вот передавали, когда, да? Икон не было, они стояли в соборе. Ничего не было, и Покровский храм занимали какие-то еще организации. Но такое самое традиционное блюдо, которое, вы уж простите, может быть, вы сейчас его не употребляете, не едите, может быть, оно вам надоело, как горькая редька. Это, конечно, была всегда капуста, и квашеная капуста, даже в те далекие 90-е годы, которые сейчас вспоминаются с некой ностальгией, потому что это была юность. И это было прекрасное время, и прошлое имеет вот некое очарование, когда оно становится прошлым. И поэтому мы перейдем к капусте, я ее как раз буду шинковать, несложно. Капуста, сейчас всем доступна, да, морковка, специи, соль и специи, и три дня, чтобы это постояло. И все это готово. А вы рассказывайте. Наша семья была церковной семьей, и я внук священника, моим крестам был такой известный, московский протодиакон старой школы, отец Сергий Громов. Это был бывший ризничий патриарха Алексея Первого, он впоследствии тоже служил в храме Кимина Великого. У вас такая история-то уже, если мы об этом только читаем в книжках, то многие люди были перед вами или представали в рассказах дедушки. Да, так оно было, старое московское духовенство, я еще его застал, я мальчишкой бегал в Еловский собор слушать канон, который читал покойный святейший патриарх Пимин. Потому что как патриарх Пимин читал канон, наверное, сейчас мало кто читает. Ну, это был замечательный архипастер святейшего Лоикона, кроме того, это был Ренет. Ренет и музыкант, обладающий удивительным совершенно голосом даже уже и в преклонном возрасте. И канон он читал с такой душой, с таким сердцем, что те, кто ходил в те времена слушать канона, думают, что чтение патриарха Пимина запомнится на всю жизнь. Из юности я хотел посвятить свою жизнь служению церкви, как и мой дед, как и мой крестный. А как вы оставались, прошу прощения, вот в такой, как бы, советской системе, оставаясь вне системы? Так уж вышло, я скажу даже больше. Среди моих семейных фамильных реликвий есть иконы, которые принадлежали не только, допустим, моему деду и моей бабушке, к которым принадлежали родители моей бабушки, бабушке моего дедушки, дедушке моего дедушки. У меня сохранились даже семейные альбомы с дореволюционными фотографиями, где были сфотографированы отец и мать моего деда, два деда моего деда. Мы как-нибудь приедем, вы же нам покажете это, потому что это, понимаете, ну вот эта нить, которая связывает все равно. Я подумала, что путешествовать можно не только по местам, по святым местам, но можно и отправиться в путешествие в прошлое. И поможет нам это сделать старые вещи, вещи прошлого века. И вот благодаря им мы осуществим это путешествие. Итак, вот наша небольшая новая рубрика, которая называется «Утварь». Об этом какие вещи, по Платону это неизменный мир, как он считал, все-таки об этом мире удивительного может быть и не очень, расскажет нам сегодня Светлана Евгеньевна. Вот какие предметы связаны с кухней, с кулинарией, со столом, потому что это большая часть нашей жизни. Несмотря на то, что, может быть, это в какой-то степени низшая такая составляющая духа, но без этого никуда, и жизнь была бы неполной. Ну, я думаю, что несмотря на то, что это такой аспект, конечно, жизни очень утилитарный, но мне кажется, что если брать сервировку стола, то когда стол сервируется какими-то предметами, которые сами по себе представляют из себя произведения искусства, то и трапезу это поднимает на несколько иной уровень. Вот. И надо сказать, что наши предки, они, конечно, умели это делать, и стол был сервирован. Сейчас немножко, может быть, это отходит, и в связи с нашей такой жизнью суетливой мы не успеваем этого делать. А раньше это был такой немножко даже как ритуал. И очень жаль, что это уходит. Да. Очень жаль. Мы столько вот как-то теряем, потому что накрытый стол красивый и с любовью. Конечно. И это совершенно по-другому обозначает и трапезу в семье. То есть это объединяет людей. Потому что когда тоже дети садятся за красиво накрытый стол и видят, как мама это все делает, и это прививается из поколения в поколение, конечно, это вот, на мой взгляд, это очень важный аспект семейной жизни в том числе. Вот. Ну и надо сказать, что, конечно, наши предки умели сервировать столы, и многое для этого делали. И у нас вот здесь вот есть некоторые предметы, которые, ну, может быть, они сейчас и есть, но немножко как бы в другом плане. Вот. Например, вот прекрасные пашотницы. Это серебряные такие пашотницы, куда вставляется яичко и специальная ложечка для того, чтобы кушать. И, значит, это вот такой наборчик тет-а-тет. Это, может, могли супруги сесть утром, поставить каждую по яичку и покушать, значит, посидеть друг напротив друга. Забытые прошлые. Да, это серебряные предметы. Значит, они покрыты гравировкой. Внутри они золоченые. Вот. И какое это время? Это конец XIX века. Они вот, видимо, что это было сделано в подарок в свое время, поэтому они в своем футлярчике таком. То есть кто-то кому-то преподнес, очевидно. Из этой же серии вот этот вот набор. Это попозже. Это периоды эпохи ар-деко. Это 30-е и 40-е годы. Ну, это видно и по форме вот этой вот такой уже переходной. Она немножко более ломаная, немножко более такая уже переход к кубистическому такому периоду. Вот. Это стаканчик тоже утром для воды. Тоже пашотница для яичка. И прекрасное салфеточное кольцо, которое тоже вот сервировалось таким образом салфеточкой, и чтобы человек утром начинал красиво. И вот это вот тоже, так сказать, относится к нашему завтраку. Это подача. Это когда у вас семья, и вы сварили на всю семью яичек, то вот это вот прекрасная тоже гарнеровская подставка, чтобы хозяйке было удобно. Она на кухне сварила, положила в каждую пашотницу по яичку и поставила на стол. Пашотницы потом прекрасно вынимаются и ставятся перед каждым членом семьи. Да. Это вот такая тоже русская. Вообще, надо сказать, что на Руси очень много всяких было приспособлений. Действительно, наши предки, они такие еще очень были креативные, как бы сейчас сказали. И очень многие вещи они придумывали, которые, ну, в общем, и до сих пор имеют хорошее такое назначение в хозяйстве. Просто, к сожалению, я еще раз повторюсь, мало кто сейчас этим интересуется и знает. Но хотелось бы, чтобы это не уходило из нашей жизни, из нашего быта. Ну вот будем популяризировать немножко. Да. А мы вновь возвращаемся на Крестьянскую площадь, где расположился Новоспасский монастырь. Сейчас она называется Иминдак. А прямо напротив врат обители церковь в честь 40 селастийских мучеников, считавшихся небесными покровителями династии византийских императоров-палеологов, Русь-приемница Византии, да и усыпальница прародителей царского рода Романовых находится в Новоспасском монастыре. Возрождение древней обители и сорокосветского храма началось одновременно в 90-х годах прошлого века. Нынешний настоятель храма отец Илья еще помнит, как все начиналось и происходило. Вы знаете, мы пришли постом в Новоспасский монастырь. Мы пришли великим постом, было холодно, был снег, был март месяц, первую службу. А первая служба же как раз была на 40 мучеников, да? Ну вообще, первая служба у нас была, тогда была похвала пристой Богородицы, как я сейчас помню. С нами был еще отец Диакон Геннадий, который рассказывал, что он попал в удивительным случаем в Новоспасский монастырь. Служа в храме Никола Кузнецах на Помазнии, покойный святейший Алисей II сказал, ваш голос подходит для Новоспасского монастыря. Таким образом, отец Геннадий попал в Новоспасский монастырь. Ну а отец Геннадий легенда тоже уже. И вот мы пришли в это место, где отдали только один собор, а больше ничего. И к собору пристроена резница наверху. И нам приходилось в этой резнице спать и ночевать просто на матрасах, которые положены на полу. Не в кельях, потому что их тогда не было, там занимали монастырь разные организации. А страшно было начинать? Вы знаете, начинать было не страшно, потому что у всех был духовный подъем. В те времена мы все были молодые, сердца у всех горели. Ну что, мне было 23 года. Владыка Алексея, ему тогда и 50 тоже не было. И у нас был духовный подъем, потому что начали отдавать монастыри, начали отдавать храмы. Это древняя московская святыня, собор один какой замечательный, древний, с таким иконостасом. Он напоминал нам Успенский собор Троицы Сергеевой Лавры. Посолить любые специи, вот немножко ее подавить и поставить в обычную трехлитровую банку на 2-3 дня. И тогда у вас получится... Замечательное постное блюдо. Да. Очень полезное, особенно весной. Обычная квашеная, да, русская капуста. В которой очень много витаминов, и для весны это очень полезное блюдо. Ну вы его не едите никогда. Почему? И надо ем. Я как сейчас помню в свои семинарские годы, там в семинарии одна из лаврских башен называлась Утичья. И вот под этой башней находились... Ну если прямо смотреть на вход, это справа. Справа, да. И там находились лавры с огромными бочками, где находились и соленые огурцы, и помидоры, и квашеная капуста. Как сейчас помню, я заходил в это место хранения. И запах такой. Соленость и запах, конечно, замечательный был. Но мы перед тем, как показать готовый вариант, мы с вами еще походим по храму, и вы поделитесь воспоминаниями уже с храмом 40 мучеников. Вы сюда пришли много-много лет назад. Да. Вот первое, и храм, наверное, использовался, как сейчас принято говорить, не по назначению. Не по назначению. Все было не так совершенно, не совсем благолепно. Вот молодой человек все равно, да, относительно там, да, приходит, и вот надо с чего-то начинать. С чего вы начали? Мы пришли сюда с горящими сердцами. В 90-х годах был духовный подъем тогда и во всей стране, и в наших сердцах. И мы, конечно, хотели святыни, поруганные во время безбожной власти, восстановить, чтобы они приняли тот вид, который они имели когда-то, чтобы они ужили, ужили от молитв. Ну, мы желаем вам всего доброго и надеемся, что вы обязательно как-то побываете в этой уже несовременной Спасской Слободе, увидите уникальные памятники архитектуры 17 века, посмотрите на восстановленную колокольню храма 40 севастийских мучеников и обязательно, может быть, в день престольного праздника, 22 марта, посетите этот храм. Всех благ, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!